в одном из прошлых видео я показывал как делать автоматическую коробку передач сейчас будем делать ручную коробку передач здесь ничего такого сложного особо нету но единственное возможно какие-то проблемы с переключениями да то есть когда у вас повышенная передача и допустим вы хотите назад поехать но я думаю если я сейчас сначала покажу вы возможно уже сами разберетесь дальше смотрите у нас так лимит мы откручили все нормально в общем должны создать такие действия как управление да во первых сейчас у нас в автомобиле ручная коробка автомат точнее коробка автомат стоит это можно найти в общем механикал сетап вот здесь у нас галочки стоят мы их должны снять для того чтобы сделать ручную коробку передач то есть мы выключаем автоматический трансмиссию и автоматик реверс далее смотрите здесь есть такая штука как индекс 0123 и до 7 на они доходят это у нас как раз таки сами коробки передач это значение переклить ну так скажем индексации переключений то есть видите финал рейте у нас 3,08 то есть но это максимальное значение которые стоят при том когда машина стоит образно до индекс 0 это у нас первая передача или же нейтралка возможно даже скорее всего это нейтралка вот это первая передача вторая передача третья передача и четвертая 4 заканчивает с единицей это означает что она конечно видите да здесь дальше есть и индекс 4 5 6 и они заново пошли то есть вот значение то есть они по сути у нас не будут работать если мы даже переключимся на пятую она ничего не даст на она наоборот даже замедлит практически в ноль потому что она имеет значение вот как нейтралка то есть если вы хотите допустим 4 передачи вот так выставляете как она сейчас есть допустим до 2 и 8 2 0 1 35 вот цифры конечно вы можете совсем другие свои какие-то определенные значения доставить и но конечно обязательно должна быть у вас единица допустим давайте я поставлю вот у нас четыре передачи во первых project setting зайдем вкладочка input здесь мы должны добавить action mapping ну то есть на знаете назначить клавиши которые мы будем переключать так давайте это у нас up gear и у нас дополнительно еще тогда он герда так up gear повышающие у нас будет правый shift понижающая у нас левый правый control но для того чтобы допустим я здесь мог управлять и и сами принципе здесь выбирать какие вам необходимы клавиши так это я просто скопируя для того чтобы здесь уже вставить и уже поиск у нас как говорится все шоу то есть мы up gear ставим и так и down gear вот он это у нас повышающая это у нас понижающая теперь чтобы нам взять и переключить передачу нам во первых нужен сам vehicle момент и из него мы должны вытащить set target set target gear вот это как раз таки передача давайте ее скопируем и сюда здесь вот как раз таки gear number да вот и это есть такая переменная вот как раз таки мы в нее и будем подавать необходимую нам передачу в данном случае давайте даже вот сюда сдвинем мы берем текущую передачу get target gear и и это здесь у нас текущая передача в данном случае если мы будем стоять у нас будет нейтралка если мы нажмем повышающая да то есть кнопочку мы мы должны прибавить допустим единицу и мы получим первую передачу но для того чтобы включить мы должны обязательно поставить галочку и здесь то же самое мы только вычитаем то же самое единицу и ставим сюда но смотрите если мы будем ехать и постоянно нажимать здесь увеличивается количество будет постоянно 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 то есть там хоть 99 передача вы можете нажать для этого мы как раз таки ограничим наше нажатие до определенного количества кв но да да мы ее ограничим во первых уменьшающие у нас должна быть максимально минус 1 но кстати нет не обязательно максимально минус 1 смотрите здесь то же самое до механикал сетап и здесь мы вот как раз таки вниз вот пройдем реверс гир рейтин рейтин рейтинс это индекс 0 индекс 1 это у нас такие вот как раз таки задние передачи то есть можно поставить целых две передачи но в данном случае я просто напишу в минус единица и максимально у нас стоит 4 то есть раз два три четыре и здесь то же самое мы ставим 4 но минимальная будет 00 не травка естественно даже можно минимально ставить единицу но в данном случае скорее всего 0 с единицей возможно будет глючен так сейчас все мы по сути применили давайте проверим так нам не нужен персонаж переключимся на автомобиль заводим автомобиль когда мы нажимаем вперед он максимально едет единица то есть здесь он автоматом все это делает сейчас я переключаюсь вторая передача третья четвертая и максимально я больше не могу включиться давайте еще раз заведем первая вторая третья и делаем вычитание да то есть но здесь возникает проблема когда я еду вперед я назад не могу уже включить передачу пока я не остановлюсь здесь вот есть большие косяки но определенные то есть мы можем контролировать первое второе третье четвертое торможение и назад назад он сейчас сам едет вот с этим как раз таки я не могу разобраться почему он автоматом включает заднюю передачу даже когда нажимаешь назад хотя есть определенные смотрите проблем когда вот когда мы движение вперед-назад делаем здесь у нас есть такая штука как set break input как раз таки она нам подает движение назад здесь если попытаться как-то это все обойти но будет плачевно то есть мы можем остановиться допустим переключиться да то есть если мы как-то вызовем вызовем значение если у нас допустим будет это равное минус единица здесь получится глобальная проблема которую я так и не знаю как решить потому что если мы будем определять при нажатии клавиши да то есть назад будем давить ее всегда она у нас всегда будет ехать назад без нашего ведомым мы один раз нажмем и она будет постоянно ехать вот здесь как это сделать корректно пока не знаю вот сейчас он назад вообще не едет никак ну и кстати вперед он тоже не едет вперед он едет назад уже не едет пока я не включу заднюю передачу при этом я должен нажимать на кнопочку назад движение тогда он включит заднюю передачу если я остановился поехал вперед задние уже не работает когда я еду назад я обязательно должен назвать движение назад и включить заднюю передачу и тогда он только поедет вот такая вот билиберда если вы знаете как это все решить корректно пишите в комментариях буду рад обсудить этот вопрос но на этом все так что всем спасибо до скорой встречи пока